Доброе утро, доктор Банни Джей Данбар, из Университета Тексас ЭНМ, а также преподаватель Института общественной политики имени Бейкера. Для меня большая часть представить доктора Рональд Ша. Он присоединился к Университету ЭНМ недавно. Ранее он работал как медицинский директор клиники в центре Джонсона в Хьюстоне, а также работал по вопросам космической медицины, лаборатории в Джемме и в других элементах. Он многое сделал для того, чтобы различные инициативы представили. Например, модель по работе с астронавтами во время эпидемии COVID-19, а также работал в других областях по отслеживанию здоровья астронавт в течение жизни, а также аутопси, и также во время эпидемии COVID-19 разрабатывал стратегии для продолжения работ по запускам кораблей и принятию астронавта с борта. Различные элементы программ по исследованию человека во многом нашли преимущество в том, чтобы работать с таким специалистом. Работал также специалистом по медицине по космонавтам, и с этой администрацией плотно работал и много дел для того, чтобы разработали план данных. Спасибо, доктор Донбасс, что меня так представили. Тепло, добрый день, всем добрый вечер, может даже добрый вечер, здоровый вечер, здоровый вечер, здоровый вечер на охоте. Спасибо за то, что присоединились к нам по вопросу рассмотрения здоровья астронавт на протяжении жизни. Дело в том, что разные группы заинтересованы в том, чтобы развивать эту тему. Специалистов в лайнерах областях также много в этом плане. Доктор Белаконни, доктор Рейес со стороны Центра Джонсона, доктор Ретвига из Немецкого центра и доктор Куна Лас-Веган из команды НАСА. Это основная космическая программа и соответствующие требования, связанные с теми специальностями, с которыми вы работали раньше. Мы будем обсуждать, что мы наблюдали, какие эффекты мы наблюдали в процессе коротких полетов, также программу НАСА ТРИД. Для начала я попрошу каждого из выступающих коротко представиться. Начнем с доктора Дженнифер Фогарти. Спасибо, доктор Шан. Большое спасибо организаторам. Мне очень приятно здесь находиться на саммите АСМС. Надеюсь, в будущем мы сможем увидеть друг друга лично. Но я рада тому, что у нас есть такая виртуальная платформа. Тем не менее, у нас какое-то взаимодействие сохраняется. Я 17 лет проработала в Космическом центре имени Джонсона в медицинском отделе. Последние пять лет своей карьеры я занимаюсь исследованиями человеческого организма, функционирования и старший научный руководитель исследовательской программы НАСА. В 2021 году у меня был некий год перерывок. Я изучала различные возможности в коммерческой области. Весну росла в мир космических исследований и космической медицине в колледже имени Бейлера. И сейчас занимаюсь научно-практическими медицинскими исследованиями. Сейчас у нас есть определенное преимущество в сравнении с программой НАСА, поскольку мы можем с большим риском подходить к научным исследованиям. Мы разрабатываем стратегические планы для того, чтобы понимать, что происходит с человеческим организмом под воздействием космических полетов. Поэтому у нас очень широкий спектр работ, к которым мы подходим с разных направлений. И наша программа очень широкая, всеобъемлющая. Она соответствует потребности в наличии непрерывной стандартизированной способа наблюдения за человеческим организмом в космосе, а также изучение некоторых гипотез, исходя из наблюдений, которые мы сделали в прошлом. У нас было множество различных возможностей сотрудничества с коммерческой отраслью, с научным сектором. И мы изучаем, где научные наработки можно применять в будущем. То есть это работа в области предвыкоследований, в области человеческого метаболизма, манипулирования человеческим метаболизмом для того, чтобы улучшить наши возможности пребывания в космосе. Мы также рассматриваем биоинженерные человеческие модели, например, тканевые чипы и так далее. То есть это то, что нам помогает понять, как человеческий организм реагирует на экстремальные среды без необходимости риска для конкретных людей, прежде чем они отправляются в полет. То есть сейчас у нас есть существенный портфель, который нам также помогает понять, как создавать автономные платформы, например, на спутниковые шасси, помещаемые на лунной поверхности. То есть нечто, что можно также использовать в качестве логитудных инструментов наблюдения. Все это также дополняет возможности людей в области исследования космического пространства. У нас также есть практический подход к достижению короткосрочных целей и изучать в области, провести советскую работу в рамках программ полетов на Марс и программ Орион. Программа изучения человека в космосе и наблюдения никогда не зависит только от медицинской области, то есть от медиков. Мы всегда должны быть готовы проинтерпретировать любые полученные данные. Важно начинать двигаться вперед к автономному здравоохранению, автономии медицинской области, в рамках миссии Артемида как можно раньше, чтобы понимать, как правильно вести наблюдение и как переработать систему, чтобы гейпаж был независим, когда это будет необходимо, чтобы была устойчивость заложена в эти системы. Спасибо большое. Вот это мое вступительное слово. Теперь я передаю слово следующему докладчику, доктору Унрикетте. Спасибо доктору Форготе, доктору Данбору, всем остальным организаторам этого саммита АСМС. Очень приятно видеть все знакомые лица. Несколько слов обо мне. Меня зовут Эмонуэль Унрикетта. Я врач по образованию. Я получил образование как врач в области неотложной медицины. У меня есть пару лет опыта медицинской эвакуации вертолетами. В течение последних шести лет я занимаюсь научно-практическим исследованием в области космической медицины. Последние пару лет я являюсь заместителем научного руководителя. Также я преподаватель в университете в Центре космической медицины. Расскажу еще немного о том, что говорил доктор Фогорти. Продолжу эту тему. Некоторые из новых аспектов наших новых ценных инициатив и программы Экспенд, расширение. Это очень важно в контексте этого саммита, то есть каким образом презентации, которую сделают наши коллеги из НАСА позднее, и наши сотрудничества с другими заинтересованными сторонами. Что же такое Экспенд? Это платформа, разработанная для стандартизации, то есть сбора стандартизованных данных. Мы тесно сотрудничаем с коммерческими организациями. Вы понимаете, что это совершенно другая группа людей, отличающаяся от НАСА и астронавтов. Эти исследования — это платформа. Во-первых, мы собираем, опять же, исследовательские, медицинские данные, данные окружающей среде, и все эти комплексы данных отправляются в колледж медицины имени Бейлора, и у нас исследователи работают с ними, разрабатывают различные гипотезы. Мы также, естественно, сотрудничаем с НАСА, с нашими коллегами, с тем, чтобы у нас была гармонизирована наша деятельность в отношении стандартизации, чтобы сравнения происходили на основании сопоставимых данных. Какую ценность мы извлекаем из этих данных? Я коснусь некоторых участников. Во-первых, коммерческие организации. Они могут улучшить опыт для своих участников космических полетов. Это также ценный опыт для НАСА, для программы Артемида. Многие из этих полетов краткосрочные, например, 3-4 дня. То есть это приблизительно та же продавительная жизненность, которая у нас будет на ранних стадиях программы Артемида. То есть в некоторой степени это будут аналоги эмиссии Артемида. Приоритетное направление для нас – это адаптация в косме и условиях космоса. Она тоже важна для Артемиды. То есть мы можем учиться на наших данных полученных и передавать это государственным организациям для применения с астронавтами. Что касается медицинских исследований, здесь тоже есть определенные наработки и ценности. То есть некоторые участники космических полетов не настолько здоровы в коммерческом секторе, как в государственных программах. Поэтому у нас есть уникальная возможность задать вот эти пограничные, так сказать, случаи, использовать эти данные в рамках государственных миссий. Мы также получаем большие наборы данных. Мы получили, например, от 9 участников космических полетов за последнее время, и предполагаем, что у нас будет еще 2-3 в этом году, и это число будет существенно увеличиваться в последующие годы. Конечно, есть определенные ограничения. Некоторые из них связаны с короткой продолжительностью этих полетов, но в контексте медицинских условий, и я приведу примеры, у нас есть некоторые данные, которые пока что отсутствуют. Например, некоторые из этих данных мы получаем через 10-15 дней. Например, ранних миссий шаттла. И мы видим изменения до того, как они начинают проявляться в качестве симптома у астронавтов. То есть у нас есть новая возможность понимать прогрессию заболевания на ранних стадиях. Эта программа должна оставаться гибкой, быстро реагировать на изменения. То есть мы уже говорили обо всех вызовах, трудностях со всеми поставщиками услуг, у всех есть определенные ограничения, с миссиями, то есть нам нужно поэтому иметь низкую затратность реализации, гибкость и быстроту реагирования. И это нечто, что мы можем привнести в космическое сообщество. Вот это было мое вступительное слово. С нетерпением жду продолжения дискуссии. Спасибо большое. Теперь хочу приятное слово доктору Дэвиду Рейесу. Доброе утро. Добрый день. Меня зовут Дэвид Рейес. Я врач-терапевт по образованию. Я также прошел ординатуру в университете в области космической медицины, потом я попал на работу в НАСА, в группу исследований медицинских возможностей в области исследования космического пространства. Мы работали над интегрированной моделью, где используются данные LSH в большой степени. Вот есть хороший пример. У меня есть много операционного опыта. Мы сотрудничали с астронавтами, которые проходят обучение. Я был в Москве несколько раз, около года провел своей жизни в России в прошлом. Это был очень интересный опыт. То есть это как бы другая половина традиционных космических полетов, полетов, иными словами, я довольно много с ними работал, сотрудничал. Последнее время, последние годы я занимался мерами профилактики ковида с нашими астронавтами. Это тоже был интересный опыт. Мы довольно много хорошей работы проделали в этом направлении. Затем в апреле меня взяли в качестве руководителя медицины полетов. Я работал с доктором Левином. И это тоже очень интересный опыт. Мы начали расширять осмотр LHS сначала с пандемии, поскольку многих космонатов не осматривали какое-то время, а они с удовольствием теперь принимают участие в этом. Вот, собственно, в двух словах у меня все. Спасибо, доктор Реес. Доктор Тим Левин. Добрый день всем. Меня зовут доктор Тим Левин. Я на данный момент клинический медицинский директор клиники Космического центра Амена Джонсона. Я заменил доктора Ша, когда он перешел на следующую должность. Клинический медицинский директор, директор медицинской клиники взаимодействует непосредственно и с программой LSH и с еще одной программой, то есть это, можно сказать, оборотная сторона программы LSH. Что интересно в программе TREAT, она стала результатом закона, принятого в 2017 году, который вступил в силу в 2019 году, которая гарантирует то, что астронавты не несут ответственность за какие-то медицинские заболевания, которые могут развиться в результате космических полетов. То есть, естественно, информация получается непосредственно за счет исследований LSH. Многие коллеги из LSH участвуют в этом. Но это интересная концепция, поскольку наши астронавты либо государственные служащие в целом, либо военные. То есть, есть два альтернативных механизма, в рамках которых они могут получать защиту, то есть покрытие с точки зрения медицинского обслуживания в связи с их работой в космосе. Военные космонавты охватываются военными органами через военные организации. Если заболевание связано с их военной службой в НАСА, а государственные служащие гражданские, они находятся под гидами Министерства труда, то есть в рамках их работы на НАСА. Что сегодня интересно, и Департамент труда, и Министерство труда, и Администрация ветеранов передают решение НАСА относительно того, соответствует ли заболевание критериям. Критериям заболеваний, связанных с травмами, полученными на работе в космосе. Еще один механизм, который у нас позволяет лечить осмонавтов на борту, например, то есть если как в Министерстве труда или военная администрация ветеранов отказала в лечении, то есть получается у нас есть программа ТРИД. Мы можем принять участие в принятии этого решения о том, имеет ли отношение заболевание к космическому полету или нет, то у нас в связи с этим есть интересные случаи, и была собрана интересная информация посредством программы ЛСХ. Для меня это не первая возможность проводить лонгитудные проекты наблюдения. Я только что 30 лет служил в военно-морском флоте, вышел в вставку. Работая там, я управлял подобной программой для бывших военнопленных. Мы также проводили подобную программу наблюдения вот таких бывших военнопленных всех родов войск. Мы проводили ежегодные осмотры этих людей, наблюдали, есть ли у них какие-то последствия содержания в плену в качестве военнопленного. Поэтому я с нетерпением жду продолжения дискуссии в рамках этой группы. Спасибо. Спасибо, доктор Лаван. Теперь я передаю слово доктору Риттвегеру из Немецкого космического центра. Спасибо, доктор Ша, за то, что пригласили меня. Спасибо организаторам за приглашение. Для меня честь принять участие в обсуждении этой группы. Я закончил медицинский университет в Мюнхене. Тогда я занимался физиологией человека во Свободном университете Берлина. Затем я отправился в Манчестер, где я более подробно изучал спортивную медицину, медицину физических нагрузок, где я был профессором. Затем я вернулся в Германию в Институт авиакосмической медицины в Кёльне, в самом сердце немецкого авиакосмического центра. Этот институт, как многие из вас знают, регулярно происходит исследование от пациентов, лежачих пациентов от имени НАСА, также и Европейского космического агентства и других агентств. Поэтому мы достаточно хорошо знакомы с космическим аналогом, с долгосрочными исследованиями. Мы можем проводить трехмесячные исследования лежачих пациентов. Мой отдел касается метаболизма костных и мышечных тканей. Мы там занимаемся механикой тканей, мышечных и костных тканей, их использованием, их атрофией. Мы работаем над метаболизмом. И у нас есть рабочая группа по мерам противодействия, связанным с движением, то есть физическими упражнениями. То есть у нас есть огромный накопленный опыт с точки зрения механики упражнений, того, как оно влияет на работающие мышцы и кости, ну и как это влияет на весь организм в целом. Я думаю, что для разработки мер профилактики это крайне важный шаг. Это также, кажется, из наших исследований лежачих пациентов. Мы в основном сосредоточимся на сохранении костных и мышечных тканей. и сохранении их функций. Мы больше и больше понимаем, что все эти ткани задействованы в процессах организма, в системных процессах, и все они влияют на метаболизм организма, на метаболизм энергии, а также на специфический метаболизм. На опыте, полученном из исследований пациентов, мы знаем, что небольшое несоответствие, то есть небольшой избыток энергии может накопиться за несколько недель или месяцев. И одно дело, если, знаете, в этих исследованиях у нас нужно сохранять определенную массу массы или индекс массы тела, несмотря на потерю мышечной ткани. Если взять вот эти вот индикаторы состава организма, очень трудно иногда удерживать эти процессы в необходимых рамках. Что касается последствий долгосрочных космических полетов, у нас пока что еще нет достаточно знаний миссии по исследованию дальнего космоса, они будут гораздо более продолжительными, поэтому любые метаболические проблемы потенциально могут накапливаться в гораздо большей степени. И я думаю, что нам необходимы способы наблюдения за кардиометаболическими рисками в долгосрочных миссиях. И если мы сможем, и здесь я присоединяюсь к доктору Фогарти, если мы можем искать пути, способы наблюдения, то есть каким образом идет направление, если накопление эктопического жира, например, я думаю, что будет возможно закрыть вот этот вот разрыв между наукой и медицинскими операциями, и мы сможем обеспечивать отделам медицинских операций способы ведения наблюдения эффективного за человеческим организмом. Именно об этом я и хотел сказать в своем вступительном слове. Спасибо. Спасибо, доктор Ридвегер. Теперь я передаю доктор Мэри Бан Бейлин из научной группы здравоохранения НАСА. Я отойду от традиций, я буду представляться по мере своего вступительного слова, поскольку у меня двойная роль. С одной стороны, я рассматриваю источники данных НАСА для того, чтобы рассматривать проблемы здоровья в связи с космическими полетами долгосрочными, мы также рассматриваем данные о здоровье за длительный период, поэтому мы также ведем лонгитудные исследования и понимаем их важность. Моя роль в этом сообществе наиболее известна как менеджер программы LSH, то есть долгосрочного удобрения за здоровьем космонавтов, и архивами данных в области естественных наук. Многие из вас знают, что вот эта вторая программа занимается данными экипажа в течение их службы и после выхода на пенсию, то есть мы ведем наблюдение за эти данными в течение всей их жизни. У нас также есть архив данных в области естественных наук, мы используем эти данные для научных экспериментов, и также данные экспериментов, в которых принимает участие экипаж. Эти два источника данных могут быть сопоставимы и полезны для сотрудничества. Данные НАСА собирались в течение 60 лет, более чем 60 лет, то есть у нас есть объединенные архивы, где у нас есть наиболее полная картина здоровья человека в течение всей жизни, и, я думаю, что в другой карьере ничего сопоставимого подобного нет. Я начала свою карьеру как специалист по охране здоровья и труда. У нас постоянно накапливались данные, но вот с астронавтами нашими мы можем гораздо больше данных накапливать как во время их подготовки, так и во время полета, так и в течение всей их жизни. Моя недавняя роль начала заключаться в том, чтобы руководить процессом управления рисками в управлении здоровьем, и мне сейчас чрезвычайно важно понять, что мы используем все накопленные знания для того, чтобы использовать их как на Земле, в медицине, так и в космосе, для того, чтобы мы могли это все накапливать, оформлять, документировать и в итоге снижать риск для экипажей. НАСА сейчас очень широко развивается с точки зрения типа полетов и возможности использования коммерческих наших поставщиков. Мы тесно работаем с разными исследователями, с врачами, с эпидемиологами в нашем сообществе НАСА. Они специалисты в разных областях, и они очень большой вклад носят в развитие наших знаний. Мы и на этом заседании говорили, и на предыдущих, о том, что есть, например, такой синдром Санс, это синдром с давлением в глазном яблоке, плюс еще есть проблема с почечными камнями. И есть целый ряд заболеваний, которые характерны для участников космических полетов, для людей, летающих в космос. У нас целая база данных накоплена тех исследований, которые мы проводим. Но вот я занимаюсь именно управлением рисков, системой рисков, которым подвержен человеческий организм. Мы работаем усиленно с FDA. Мы работаем также с организаторами различных полетов. Вот недавно, только совсем буквально на предыдущем заседании мы с вами обсуждали, каким образом мы информируем наших коммерческих партнеров о рисках, и каким образом мы решаем проблемы и передаем им знания. Вот человеческая физиология — это один из аспектов, которые мы интегрируем во всей нашей деятельности. Например, содержание сосудистых заболеваний — это тоже отдельный аспект. И понимаете, что затрагивает все части организма. Понимание рисков в космическом полете для человеческого организма — это сложный, очень сложный вопрос. У нас накоплено 60 лет знаний в разных системе, в разных форматах. Как вы понимаете, мы сталкиваемся с техническими сложностями, потому что инструменты меняются, форматы хранения данных меняются, базы данных у нас обновляются. Мы говорили о том, чтобы расширять наши базы данных и дополнять наши краткосрочные полеты новыми техниками сбора данных медицинских. Мы хотели бы получать информацию об этом, потому что в некоторых случаях мы отвечаем на те вопросы, которые мы считали решенными в нашем прошлом, но на самом деле это не так. Большое количество человек начинает летать, но тем не менее, все равно эта популяция очень мала по сравнению со всем населением Земли, и поэтому чрезвычайно важно, чтобы у нас были совершенные и как можно более технические выдающиеся способы анализа этой информации и систематизации этой информации. Мы надеемся, что количество людей, летающих в космос, будет увеличиваться, что мы будем расширять наш набор знаний и данных. Опять-таки вариативность чрезвычайно важно отметить. Посмотрите, например, на наши образовательные программы. Они могут помогать нам в решении каких-то проблем и недопониманий. В общем, это было мое заключительное вступительное замечание. Спасибо, доктор Ван Баллен. Давайте перейдем к доктору Кун, Джессика Кун. Здравствуйте, я представляюсь. Меня зовут Джессика Кьюн, и я являюсь руководителем группы сопровождения астронавтов и наблюдений за их здоровьем в течение всей жизни. Я сегодня приглашена в качестве докладчика. Первый раз это делаю, поэтому я давайте представлюсь. Я в НАСА начала работать, уже имея некоторый опыт. Он был совершенно разный. У меня был опыт и в здоровье населения, и в эпидемиологии, и в бизнесе. Я также занималась физиологией и изменениями, происходящими в космических полетах. Мэри уже очень представила нашу группу, которая занимается сопровождением экипажа в течение всей жизни. И это действительно очень важный аспект работы. Во-первых, о чем сказать, что у нас были потеряны данные с 2020 по 2022 год, потому что была эпидемия ковида. Мы в итоге начали приводить наших астронавтов на территорию центра Джонсона для того, чтобы эти данные вновь собирать, вновь получать. И как уже было отмечено ранее, в начале лета в этом году мы снова обратились к астронавтам, бывшим астронавтам НАСА, для того, чтобы начать собирать утраченные данные. Эта деятельность сейчас ведется. Очень важно отметить, что LCH, наша группа, выпускает специальное информационное письмо, информационный листок, в котором мы извещаем наших пользователей о том, какие изменения у нас произошли, что нового, и какие долгосрочные проекты у нас в работе. Мы также стараемся информировать экипажи. Сегодня многие из вас, которые находятся в аудитории, пожалуйста, призываю вас поделиться с нами отзывами вашими, что вы думаете по поводу этой системы. Возможно, я в чате размещу ссылку на этот опросник. Мы эти информационные листки публикуем на общественно доступном веб-сайте. Пожалуйста, имейте в виду, что мы только что перешли на новую платформу, поэтому осенний информационный листок там еще не размещен, но через несколько недель он там появится, а все остальное там на сайте хранится. Понятно. Я еще хотела сказать, что наш главный эпидемиолог Джеки Шерват также опубликовал некоторые результаты одного из проектов, которые проводились под эгидой университетов Далласа. Здесь речь шла о превентивной медицине среди здорового населения. Мы изучали аспекты сердечно-сосудочной системы, воздействие занятий спортом на этом. Мы не наблюдали клинических исследований. Это был очень важный проект не только для сердечно-сосудочных заболеваний, но и с тем, чтобы сравнить результаты с выборкой из наших астронавтов. То есть те самые данные, которые мы собирали в течение нескольких лет. В этом году у нас еще будет один интересный проект. Мы поговорим про демографические данные среди астронавтов. Сейчас я, наверное, передам микрофон обратно доктору Шану и продолжим дискуссию нашу. Спасибо. Большое спасибо, доктор Кьюн. Сейчас мы обратимся к нашему разделу «Вопросы и ответы». Там есть один комментарий. Доктор Кьюн, да, пожалуйста, опубликуйте ссылку на информационный листок LSH. Давайте сейчас перейдем к следующему нашему формату. Вы можете писать вопросы, а мы их начнем зачитывать и на них отвечать. Давайте посмотрим, как это получится. Первый у нас доктор Рукета Артонис. Пожалуйста, поделитесь своими соображениями о том, что нам конкретно необходимо отслеживать в участниках космического полета с учетом того, что все профили будут разные и полеты будут разные. Да, это очень интересный вопрос и интересное соображение. В нашем случае мы заинтересованы в сборе данных, которые не обязательно у нас появляются под какими-то гипотезами. Мы знаем, что есть какие-то физиологические изменения, особенно в ранних полетах. Мы не обязательно должны будем отслеживать утрату костной ткани, например, и мышечной ткани, потому что все это уже исследовано. И у людей, которые проводят в космосе 3-5 суток, никаких таких изменений не будет существенных. Поэтому мы собираемся собирать другие физиологические параметры для того, чтобы отследить такие вещи, как электроэкриотограмма, частота сердечных сокращений и так далее. Некоторые другие моменты, как Мэри Уэст уже сказала, это данные, которые мы не могли собирать раньше, но сейчас нам кажется, что они могут быть полезными, например, в таком исследовании, как исследование САНС. И у нас есть специальный протокол, мы специальные процедуры проводим согласно этому протоколу, отслеживаем изменения, которые проходят в глазном дне человека, и мы отслеживаем такие вещи. Сейчас в настоящих полетах это возможно. Также мы видим различные изменения. Мы также работаем с различными частными компаниями. Они тоже начинают задумываться над тем, чтобы создать новые долгосрочные платформы нахождение человека на околоземной орбите, а также вокруг Луны. И, конечно же, в настоящее время огромное количество людей летает в космос, поэтому мы хотели бы посмотреть, поскольку у нас будет больше народу, что мы можем полезного извлечь из этих краткосрочных полетов. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос, но, как я сказал, наша тема продолжает развиваться, и мы на месте не стоим. Спасибо большое. Давайте к следующему нашему человеку. Может, доктор Ритвегер ответит. Он не включил пока что микрофон. Секундочку. Да, я хотел из интереса спросить господина Ардониса, доктора Ардониса. Скажите, пожалуйста, вот мы, когда занимаемся этими научными исследованиями, мы уделяем огромное количество внимания стандартизации представления результатов медицинских данных. То есть мы обязательно отслеживаем вопросы, связанные с питанием человека, с его спортивной деятельностью и так далее. Вот есть ли какие-либо наборы данных, которые стандартизированы уже в этих краткосрочных полетах? Да, с точки зрения сбора проб, я могу немножко более подробно рассказать про биологические образцы. Мы собираем слюну, кровь, урину, клетки кожи. Мы собираем эту информацию перед полетом, потом у нас базовый, вот этот есть сбор, и после полета. Мы также исследуем информацию в Центре изучения человеческого генома, в Центре секвенирования. Опять-таки, мы базируемся не на какой-то гипотезе и собираем данные не под какое-то доказательство какой-то гипотезы, а мы просто собираем эти пробы, эти образцы для того, чтобы мы могли на них посмотреть, и эти, может быть, потом прийти к какому-то результату и к каким-то выводам. Говорит доктор Фогарти, вы знаете, мы понимаем даже в коммерческих полетах, мы больше говорим о полевых условиях, это не лабораторные условия. Мы, видите, вообще сейчас говорим о том, что люди будут в космос летать в качестве туристов, а не как подопытные кролики. То есть люди захотят в какой-то момент просто там кофе попить в космосе. Поэтому, естественно, сбор образцов — это важная вещь, но мы пользуемся каждой возможностью, каждой, любой возможностью собрать любые образцы для того, чтобы их потом проанализировать. Мы постарались сделать так, чтобы эту базу расширить для того, чтобы в сообществе у нас было нормой, для того, чтобы те, кто собираются в космос, уже знали о том, что будут отбираться те или иные образцы, чтобы не было никаких сюрпризов в этом плане, и чтобы участники космических полетов были согласны с такими действиями. Но, с другой стороны, мы понимаем, что не все образцы могут быть обращены в данные с сохранением их качества. Поэтому мы сейчас обсуждаем это с нашим центром секвенирования генетического в университете Бейлора. О том, чем они могут нам помочь, это, собственно, такое... Нам постоянно приходится, так сказать, интерпретировать данные, нам постоянно приходится пользоваться данными, которые мы получаем при различных экспериментах на Земле, лежачих. Доктор Ван Баллен, да, я хотела немножко повернуть дискуссию в другое русло. Я хотела просто дать вам пищу для размышления. Вот когда мы говорим с вами о краткосрочных полетах или о суборбитальных полетах, которые вы упомянули, когда мы говорим про сбор данных, мы говорим про пилотов в основном. И вот эти профили данных, которые мы собираем, они отличаются, если человек летал много раз. И тип таких собираемых данных, когда человек время от времени подвергается этим условиям, это очень важно. Я всегда думала, что это очень интересно, и что мы можем больше уделить этому вниманию в качестве нашего медицинского сообщества. Да, я с вами абсолютно согласен. Когда мы начали нашу программу, мы думали, что в коммерческом космосе один человек будет летать несколько раз. И мы видим, что у нас уже один гражданский будет два раза участвовать в космическом полете. Он летал на Inspiration 4 и на Inspiration 4, и сейчас полетит на Polaris, и мы с ним работаем. Так что это прекрасные данные, которые скоро у нас будут один и тот же участник краткосрочного полета, который летает несколько раз. Это чрезвычайно интересно. Большое спасибо. У нас очень много всего происходит в чате. Давайте я немножко представлю свои вопросы, заранее заготовленные, и обращусь к чату. Первый вопрос. Это всем сейчас. Мы волнуемся о радиации и о долгосрочных возможностях развития рака. Что вы делаете с точки зрения исследований как обычных, так и необычных форм рака в наших астронавтах? Я сейчас либо доктору Рейс, либо доктору Лавен, там возможность высказаться. Я могу начать говорить доктору Рейс. Есть разные стандарты, которые мы предъявляем. Есть разные стандарты по сертификации готовности к полету, когда человек назначается в полет. Там есть МЭД-А и МЭД-Б, это документы, в которых все задокументировано, все наши требования расписаны. Мы говорим про колоноскопию полную, про томографию мозга и так далее. И, естественно, от большого количества различных лабораторных анализов человек сдаёт. То есть время от времени эти сканы, эти ультразвуковые исследования, например, проводятся, то есть раз в несколько лет. И то же самое относится к анализам, которые человек сдаёт периодически. В томе Б нашей медицинской документации прописано, как проводятся лабораторные исследования, как проводятся дополнительные исследования, например, время от времени проводятся ультразвуковые исследования почек. Ну и если у астронавта есть какой-то заранее известный риск или какая-то преддиспозиция к тому или иному заболеванию, то тогда мы выполняем более редкие исследования для того, чтобы посмотреть, если какие-либо онкологические маркеры. У астронавтов, которые ушли на пенсию уже, мы как бы не ведём их как врачи, но, тем не менее, мы предоставляем им различного рода исследования. И я уверен, что доктор Рен может быть, может продолжить. Давайте подумаем, что мы делаем для тех, кто не активен более, но является астронавтом в прошлом. Что мы делаем по скринированию этих людей относительно скринирования по радиации? Исследование LSH, которое мы проводим, основная функция этого, я коллегам, видимо, позволю ответить на этот вопрос, мы концентрируем внимание на долгосрочных эффектах полётов в космос, возможности работать, возможности выполнять физические действия. И вот по определениям условий, которые мы уже знаем, например, с САНС или другие, там новые кандидаты появляются, и мы сделаем абсолютно всё для того, чтобы рутинное лабораторное исследование проводить. Мы предложили, например, колоноскопию, маммографию и другие маркеры по определению риска рака. Я доктору Рейсу хочу тоже сказать, что для астронавтов мы частично проводим исследования по программе МЭД-А и МЭД-Б, и также ранняя идентификация склонности к возникновению определенных болезней и развития, и, конечно, рака. Для активных астронавтов мы по приемлемости к выполнению работы стандартной и также по обнаружению потенциальных проблем. Я вижу, что дополнительные комментарии появляются здесь. Доктор Ван Беллен также хотел что-то сказать, я понимаю. Доктор Ван Беллен, вы хотите что-то ещё добавить? Доктор Ван Беллен, вы слышите нас? Да, слышно? Не слышно докладчика. Да, к сожалению, не слышно. Сейчас немножко лучше, может быть, можно попробовать. Я хотела добавить вот что. ЛСАХ экзамен по исследованию ЛСАХ. Это бывшие астронавты для того, чтобы они полностью передавали свою историю тем врачам, которые ведут их к полосе того, как они выходят на пенсию. ЛСАХ хотел бы получить те данные, которые собирают врачи, которые ведут этих астронавтов после их выхода на пенсию. И можно будет совместить те данные, которые мы получаем, новые данные с теми, которые уже накопились. То есть вопрос, вопрос коммуникации, вопрос возможности общения врачей, которые ведут астронавтов, астронавтов, шедших на пенсию, с теми врачами, которые собирали данные в клинике Санкт-Джонсон, например. Да, спасибо, понятно. Есть ли еще дополнительные комментарии? Потому что есть еще вопросы. Тогда следующий вопрос, хороший. Аутопсия проводится достаточно редко сейчас, но, тем не менее, это необходимо, особенно для тех, кто летал раньше по программе Аполлон. Есть ли какие-нибудь подвижки в сторону согласия этой категории бывших астронавтов на опцион вскрытия пасмурного? Да, ведется такая работа по получению результатов вскрытия астронавтов бывших, которые уходят из жизни, уже будучи на пенсии. Имеется программа, имеется даже программа о финансировании подобных операций. То есть мы постоянно проводим диалог с соответствующими организациями о том, какие компоненты в основном интересуют нас с научной точки зрения при проведении аутопсии. Например, там элементы ткани, определенных мышечных, глазных тканей и так далее. Еще один компонент, это вопрос, это по акту ТРИТ, проводится сбор данных, которые мы можем покупать, оплачивать. и это вопрос о транспортировке на место, где проводится вскрытие и другие расходы, связанные с этой операцией. Либо в Довере, либо в Сан-Антонио проводится, и дальше возвращение тела на место захоронения. Так что мы достигаем определенных успехов в этом, поскольку это поколение стареет и уходит от нас. Постепенно мы проводим такую работу с семьями участников ранних космических полетов. сразу после смерти мы стараемся убедить в том, что вскрытие необходимо. Проводится такой процесс, мы продолжаем его совершенствовать буквально ежемесячно. Еще один вопрос, тот же самый человек. Интересно, доктор Левен, а вот по этой системе, которую вы описали, какие-нибудь вскрытия уже проводились? Да, три астронавта уже у нас прошли через этот процесс. И в настоящее время те пробы, которые были сняты во время вскрытия, хранятся в лаборатории у тех, кто проводил вскрытие, но мы собираемся организовать банк для подобных данных. А вот смотрите, еще такой вопрос, например, какая-то операция проводится, и какие-то элементы ткани, например, элементы кости или мышцы могут быть переданы в НАСА. Это тоже, да, это у нас такое тоже есть, и такие образы уже хранятся соответствующим образом. Да, спасибо. По этому вопросу что-нибудь еще будем добавлять? Хорошо. Следующий, это в основном комментарий, это говорит о том, что коммерческий интерес по медицинским проблемам в основном заинтересован, не опубликованы в основном некоторые материалы, которые могут быть интересны для коммерческих кругов. Возможно ли такое, чтобы клинические отчеты могли бы быть запубликованы для того, чтобы и коммерческие организации смогли бы ими воспользоваться? Это комментарий. Хочу узнать, что участники думают на эту тему. Доктор Фобри, я согласна с тем, что нельзя содержать в секрете. Информация передается определенным образом, но не привязана конкретно к индивидуальным донорам. мы сейчас работаем с платформами по коммерческой медицине и по передаче данных, дело в том, что с самого начала люди узнали, что у нас много возникает проблем. Дело в том, что это достаточно небольшая группа людей, когда мы объясняем, например, конкретно какого пола человек или еще что-то такое, то очень легко узнать, откуда возникают эти данные. Поэтому мы видим в том, что здесь не будет возникать депозитных вопросов. Мы должны очень осторожно с точки зрения публикации рассматривать материал, кандидата. То есть надо понимать, какая будет публикация, к чему она относится и как это может отразиться на доноре. Ну вот НАСА определяло уже некоторые ограничения при публикации материала при работе с близнецами, но сделав то, что в биографиях, в автобиографиях проходило уже это данное и мне совсем удобно в некоторых случаях передавать такую информацию. Доктор Кёрн. Спасибо. Я хотела добавить, что мы согласны с этим. В общем, конечно, хотелось бы передать больше информации для того, чтобы можно было использовать соответствующий образом в исследованиях и также по вопросам исследования, наблюдения за жизнью космонавтов, астронавтов уже сейчас в плане проведения работы для публикации группы LSH также требуют дополнительного руководства. Мы должны защищать экипаж и людей, которые фигурируют в этих публикациях. также демократические какие-то хотели группы задействовать для того, чтобы в следующем году уже включить больше данных в подобные материалы. Хорошо, спасибо. это очень интересное. Задача в коммерческих полетах мы уже видели ситуацию, когда врачи экипажа определяли какие-то исследования, которые могли проводиться на борту. и много публикаций возникли доктор Дженнингс, участники полета также принимали участие в этом. И достаточно открыто передавалась информация от самих людей, о которых шла речь о том, что конкретно происходило. с коммерческой точки зрения мы видели большую открытость, чем в государственной программе относительно публикаций. Они сами чувствуют, что они являются частью науки и хотят свое имя быть опубликованным. начать эти публикации в медицинский и медицинский коммунитет. Спасибо. Доктор Левен. Очень хорошо. Доктор Левен. Я хотел бы сказать, что решение принять участие в полете достаточно ограничено и субъективно всегда, поэтому нам необходимы эпидемиологические данные также исследовать более активно. Если одного человека мы запускали в космос с определенными условиями, это не означает, что с этими же условиями, с такими же болезнями или отклонениями можно отправлять другого человека в космос. Это также говорит о важности программы ЛСХ и аппликации данных. Спасибо большое. Доктор Ротбигер. Да. Я хочу присоединиться к тому, что было сказано до меня. У нас данных много, которые, возможно, применимы и для публикации. Я не хочу отрицательно отнестись к этому, но я думаю, что некоторая информация, которая была опубликована, может быть, получила, отразилась отрицательно на результаты, а не те, которые ожидают. Я не хочу негативно относиться к большей открытости, но я хочу призвать к большей осторожности. Это также часто бывает так, что в основном индивидуально трудно получать добро на публикации определенных данных, то есть легче от индивидуума, чем от группы людей. Вот я хотел указать. Еще хотел добавить. Также очень часто от НАСА, от руководителя полета, исходит запрос о публикации. Некоторые публикуют много, а некоторые нет. В зависимости от субъективности и приоритетности тех людей, которые хотели публикать битвуидный материал, зависит выбор публикации. Я хотела бы еще другой вопрос задать. Что вы думаете о том, по акту ТРИТ, как необходимо относиться к выявлениям рака и причин выявления рака у стран, которые летали ранее. Кто хочет ответить на этот вопрос? Давайте я попробую ответить на что. Доктор Лавина лучше ответил бы на этот вопрос. Я как человек, который занимался долгосрочными валютами и вопросом возникновения рака, конечно, вопросы с синдрома САНС, вопросы длительного поддержания радиации, они влияют на эти процессы, поэтому необходимо связывать возникновение признаков рака на более позднем этапе жизни. Доктор Лаван, извините, я сейчас вернусь к вам, извините. Доктор Ван Беллен, что-нибудь хотите сказать? Рак это интересный болезнь. болезнь. Это одна болезнь в совокупности многих. Здесь много информации, много элементов являются причиной возникновения болезни. Не все виды рака связаны с радиацией. болезнь. Поэтому трудно сказать большое количество болезней, которые имеют например 45 разных типов рака наблюдают следующих астронавтов. Нельзя сказать, что все они связаны с объемом радиации, которая была получена на борту. я думаю, что там немало сложностей для того, чтобы связать это с воздействием радиации. Извините, что я не так красноречиво выступила. Говорит доктор Рейс, а вы могли бы сделать различие между краткосрочными полетами на шаттле и с теми, кто летал на МКС и проводил там многие месяцы, несколько раз. Я думаю, что у агентства есть возможность промоделировать и просчитать эту ситуацию. Точно так же, как у других агентств эта возможность есть, и мы можем посмотреть на причинно-следственную связь, на то, какие возникают предпосылки к возникновению онкологических заболеваний. Я думаю, что сейчас я могу только очень широкое такое неконкретное высказывание, заявление сделать. Я, наверное, могу сказать, что не обязательно рак наступает от воздействия радиации. Необходимо учитывать и другие факторы, и у нас есть, как у агентства, средства для того, чтобы обнаружить причину-следственную связь. Вы понимаете, что много различных факторов участвуют в том или ином случае. Я хорошо ответил, как вы думаете. Да, спасибо. Вас устроил ответ? Да, да. Доктор Фогерти подняла руку и хочет высказаться. Я, на самом деле, очень рада, что Мэри сказала правильное слово «возможность». Когда мы говорим про эпидемиологию, это действительно прекрасный инструмент, но нам требуется большое количество данных и много времени, когда мы эпидемиологическую методологию применяем на такой маленькой выборке, это не очень здорово, это сложно, но нам нужно смотреть и на индивидуальную предрасположенность, и на то, каким образом мы проводим тесты, и каким фактором космического полета этот человек подвергался, и какие у него геномные различные факторы. И все, все, все эти факторы должны учитываться для того, чтобы у нас была возможность проанализировать полученные результаты и повторить это на различных других случаях, повторить эту модель. Как я сказала, это очень, очень многофакторный процесс практически всегда. Да, это действительно так. Понимаете, там много факторов, и один всего исследуемый. Необходимо очень консервативный подход в такого рода исследованиях, потому что мы не можем, например, исключить, что двухнедельный полет может быть каким-то фактором, который будет в дальнейшем способствовать тому, что у человека развелось онкологическое заболевание. То, что говорила Мэри и про нашу организацию, вы знаете, не все изучают радиацию, многие изучают другие стрессорные факторы, другие стрессоры, которые тоже могут становиться факторами в развитии онкологии. Поэтому нам нужно наши усилия объединять и смотреть более комплексно. точно так же психологический стресс тоже влияет на это, поэтому его необходимо исследовать и учитывать. Дефицит иммунной системы, например, это тоже один из факторов. Не обязательно как бы это индуктивный фактор, но он может способствовать тому, что организм не будет бороться и проявление онкологии появится. и мы не говорим про то, что это равноценный фактор по сравнению с радиацией, но тем не менее, опять-таки, вот это понимание уже существует, проблема есть и необходимо решать ее каким-то образом и смотреть, можно ли было ее предвосхитить, предотвратить, каким-то образом с ней справиться, может быть, какие-то ранние средства обнаружения, какие сигналы, какие симптомы у нас есть, нарастает наша база доказательных данных, опять-таки, биомаркеры могут быть лучше поняты путем наземных испытаний с лежачими пациентами, например, такие вещи, как смещение жидкости в организме. все это потребует больших усилий и комплексных моделей, но я думаю, что в итоге у нас появится более четкое понимание того, каким образом развиваются эти процессы в организме. И когда кто-то будет на какие-то события указывать конкретно, мы сможем на самом деле посмотреть, какую именно роль эти факторы сыграли в общей цепочке событий, даже какие-то краткосрочные полеты могут оказаться важным фактором. Нам нужно понять для начала ту выборку астронавтов, которые летали долго и много, а потом сравнить их с теми астронавтами, которые летали в краткосрочных полетах даже несколько раз. Это, как я уже сказал, чрезвычайно сложная комплексная тема. У меня есть один последний вопрос, поскольку у нас заканчивается время. Я хотел прокомментировать по поводу вскрытий и хотел задать вопрос доктору Лавену. Не могли ли вы прокомментировать, что сделано или что будет сделано НАСА для того, чтобы связаться с бывшими членами экипажей и поинтересоваться об их заинтересованности в участии в этой программе? Говорит доктор Лавен. Вопрос хороший. Это, естественно, механизм, который мы будем использовать. Вот, этот информационный листок, который ЛСХ публикует. Мы считаем, что это очень правильная инициатива. мы ежегодно всем астронавтам, бывшим астронавтам отправляем послания такие, мы отправляем им результаты исследований и сейчас пытаемся сообразить, каким образом связываться с ними по тем же каналам, что мы используем сейчас, для того, чтобы они имели возможность подумать над тем, хотят ли они записаться в такие исследования после, так сказать, постмортам уже, которых проводилось бы вскрытие. Мы должны продумать конкретный механизм связи с оснастом. Мы обсуждали эту программу и в информационном письме в том числе обсуждали такие возможности. Ну что же, большое спасибо. Я благодарю всех наших панелистов. Мы близимся к концу нашего заседания. Мы с вами вначале говорили о том, что все специалисты, которые сегодня собрались здесь на саммите по космической медицине, представляют собой экспертную группу, экспертное сообщество по МКС и по другим проектам, которые действительно двигают нашу науку вперед. Я благодарю всех за ту информацию, которую вы донесли до нас за последний час. И еще раз благодарю вас за работу. Желаю вам всего самого доброго, хорошего дня и вечера. Всего всем самого доброго. До свидания.